Не надо тут, я только хотел сказать не вопросов РФЛ, ахахаха! А железные бабы? Пельмени нового поколения, ахахахаха! Блин, а крыса бы пошла в десятку. Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и уже постоянная рубрика на канале Смотрим последнее от Ван Ту, ахахаха! Перед началом обязательно подпишись на мой канал, ведь у меня цель 100к! И забегай в мой телеграм, я всегда там пишу, когда выйдут следующие видео! Подписывайся и погнали! Короче говоря, письмо из Хогвартса Это была ночь, которая плавно сменилась на утро А это был я, который плавно не сменил своего положения за последние сутки Ведь все это время я играл в Хогвартс Легаси Это новая игра про вселенную Гарри Поттера Я на минуточку самый главный эксперт в этом волшебном мире Ведь я знаю наизусть все 7 книжек, знаю наизусть все 8 фильмов И благодаря игре еще выучил весь Хогвартс от и до Вот кабинет защиты от темных искусств Вот поле для Квидича А вот и тайная комната Я вышел из нее и продолжил играть Вскоре я наконец прокачал своего персонажа в игре до самого максимума Теперь я официально являюсь самым могущественным волшебником в этой игре Как я это понял? Разработчики игры прислали мне письмо и лично поздравили с этим достижением В конце письма они добавили, что меня также ждет кое-какой приятный бонус Интересно, что они имеют в виду? Наступила ночь, в мою дверь постучались Кого это ко мне занесло в 3 часа ночи? Я открыл дверь Там стоял какой-то парень, который достал какой-то конверт и вручил его мне А что какой-то парень? А где Хагрид? Я ждал Хагрид, а я думал сейчас Хагрид придет Ээээ, вся магия волшебного момента уже исчезла Вскрыл его и достал письмо Начал читать Дорогой мистер Зенов Мы рады сообщить вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства Хогвардс Что? Это розыгрыш что ли какой-то? Если это правда, тогда почему письмо принес человек, а не сова? А? А? Или Хагрид? Почему не Хагрид? Почтальон сказал, что он просто поздно ложится спать А, тогда все в порядке Почтальон тут же трансгрессировал из моего дома Вот так чудеса Неужели это действительно правда и меня зачислили в Хогвардс? Нормально Уже именно этот приятный бонус имели в виду разработчики В письме писали, что отправка в школу будет послезавтра с платформы 9,75 С утра я начал собирать свои вещи Первым делом мне понадобится волшебная палочка Но я нашел только крабовую палочку Попробую ее в деле Произнес Вингардиум Левиоса Ничего не произошло Видимо она не волшебная Зато очень вкусная Закажу волшебную палочку в интернете Нашел палочку из астралиста Слишком дорого Выбрал палочку подешевле Через час мне доставили мою волшебную палочку Точнее я бы назвал это волшебным черенком Сэкономом Что? Ты что со швабры ее снял? Я не уверен в действенности этой палочки в плане заклинаний Но в плане если навернуть кого-то То одно заклинание 100% Сработает Называется Вдруг мне позвонили Это был директор Хогвардса Он представился Альбертом Дамблдоровым Сказал, что нужно сдать деньги на школьную форму И назвал сумму Офигеть как дорого Но без формы никак Ее сдавать Я перевел последние деньги Далее мне нужна волшебная метла Нашел в интернете Нимбус 2000 Ты всё будешь в интернете покупать? Ты же купил палочку, тебя он намахали как. Дешевле, но всё равно мне не по карману. Нужен другой способ найти метлу. Нашёл швабру в тайной комнате. Думаю, подойдёт. Остальные вещи у меня вроде как имеются. Убрал в чемодан пару носков для себя. Пару носков для освобождения Добби. Убрал мантию-невидимку. Вспомнил, что с собой нужно брать домашнего питомца. Посмотрел на свою крысу. Не, крысу я точно брать не буду. Наче это может плохо закончиться. Снова зазвонил телефон. Это опять был Дамблдорф. Он сказал, что нужно сдать деньги на новые занавески в школу. Блин, у меня ни гроша не осталось. Директор разрешил сдать попозже. Но также он добавил, что вероятность попасть в Гриффиндор у меня резко снизилась. Это очень плохо. Больше всего я на свете боялся попасть в Слизерин. Кстати, надо узнать заранее, на какой факультет я попаду. Но у меня под... Так, тут назрел вопрос, ребята. Давайте честно напишите в комментариях. На какой бы факультет вы хотели бы поступить в Хогвартсе? Я бы, наверное, в Гриффиндор бы не поступал. Есть один факультет, поинтереснее этого. Хе-хе-хе-хе. Под рукой не было распределяющей шляпы. Вдруг из шкафа вылез Рома. Я спросил, нет ли у него случайно распределяющей шляпы? Он сказал, что понял меня и зашел обратно в шкаф. Через пять минут Рома вернулся, держа в руках несколько шляп. Похоже, тварь пока не готова к взаимодействию. Возьму у него хотя бы каску, чтобы не так больно было биться головой об стену на вокзале. Проверил ее на деле. Идея. Я сварю зелье удачи и тогда точно попаду в Гриффиндор. Через час зелье было готово. Да откуда ты знал этот рецепт? Скажи, ты же еще не поступил в школу. Да и мантий невидимка у него откуда-то была. Ну тогда ладно. Ну что, Хогвартс, жди меня. Да. Пошел, случилось. Приветствую вас в нашей волшебной школе бизнеса и мастерства Хогвартс. Еще раз просите нас за поломанный автобус, поэтому придется пока... Онлайн урок Хогвартс. Короче говоря, письмо искупится. Если бы вы хотели... Нет, я про онлайн урок Хогвартс и дальше не подумал. О, ребята, не могу. Короче говоря, сыграл в Атомик Хард. Это был важный день. Сегодня, наконец, вышла игра, которую я ждал уже очень давно. Обновление Сапера. Поиграл целых два часа. Устал. Надо поиграть во что-то попроще. Посмотрел, что сейчас популярно. Какое-то атомное сердце. Это что еще такое? Запустил трейлер. Там был футуристичный Советский Союз. Всюду были роботы и играла старая атмосферная музыка. Ну, это мы качаем. Спустя несколько часов я наконец... Подождите, ну какая музыка? Ну разве это привлекает? А железные бабы? Железные бабы. Это ж самый сок этой игры. Все заходят играть в нее только из-за железных баб. Если я не прав, напиши мне об этом в комментарии. Но если я прав, нажми лайк. Спустил игру. Стильно, модно, по-товарищески. Я проплыл реку. Погулял по городу будущего. То есть прошлого. То есть альтернативного прошлого, косящего под будущее. Вот это атмосфера. В этой игре было множество роботов, летающих дронов и еще куча всего интересного. Я поиграл всего полчаса, а уже влюбился в эту атмосферу. Мне тоже захотелось попасть в подобный город будущего. То есть город прошлого. То есть город... Да короче. Я натянул на свою руку черную перчатку. Из нее не торчало никаких щупалец. Я присобачил на нее свежесваренные спагетти. Уже лучше. Попытался сканировать помещение. Ничего не вышло. Я разочарованно снял перчатку и продолжил играть. Наткнулся на робота-близняшек. Как же это... Стильно. Эта игра никак не отпускала меня. Я пробовал за ней уже пару дней. Мои глаза были очень красными и напоминали советский флаг. Я решил немного передохнуть, а завтра снова вернусь в этот красивейший мир. Я проснулся. На моем лице сияла улыбка. Ведь мне снились те самые близняшки. Я достал из шкафа рубашку. Да, блин, ну я же говорил. Все крутится вокруг того самого. Стоп включил телек. Там был 12 съезд партии. Я записал основные тезисы в блокнотик и приступил к утренней зарядке. Сделав 50 подходов по 17 отжиманий, понял, что сделал мало. Что-то в моей жизни явно поменялось. Выглянул в окно. Там стоял баннер с рекламой коллектива 2.0. Я протер глаза. Это что, я попал в мир игры? Или игра попала в этот мир? Тут же задумался, откуда у меня вообще костюм советского человека. Жест. Видимо, я чересчур много играл. Привел себя в чувства. Все нормализовалось. Посмотрел в окно. Никакого баннера с рекламой коллектива 2.0 не было. Не-не-не-не-не-не-не. Я вернулся языком. Аккуратно поиграл 4 дня подряд. Вышел из-за стола. Мне тут же позвонил профессор Сеченов. Сказал, что моя инъекция нейроплемера уже готова и вскоре ее доставит ко мне домой. Что? Какая еще инъекция? Что? Чего она будет нужна? Профессор сказал, что с ее помощью я за минуту стану настоящим человеком будущего. Вау. Я стал ждать курьера у двери. И вот стук. Там стояла какая-то бабулька. Она отдала инъекцию и сказала, что у меня осталось всего 30 секунд. До чего? До полного кобздеца. Понял. Закрыл дверь от греха подальше. Надо как-то всосать эту инъекцию. Перчатки у меня не было, поэтому я просто ее выпил. И тут же почувствовал, что все вокруг начало меняться. На стене появились советские агитационные плакаты. За окном пролетел робот. В дверь снова постучали. Ко мне пришел товарищ Зинов и стал рассказывать, что вообще происходит. Оказалось, что с предприятия 3826 сбежали роботы и люди потеряли над ними контроль. По идее, нам бы надо было пойти с ними сражаться. Но мы решили лучше отсидеться дома и не высовываться. Запустили телевизор и стали служить сводки новостей. Там сообщили, что в мире произошел глобальный сбой из-за игры Atomic Heart. Реальность смешалась с игровым процессом и все, что требуется от пользователей по всему миру удалить игру со всех своих устройств. Мне было жаль удалять такую классную игру. Но наблюдая, как робот сжигает автобусную остановку под моими окнами, я ломанулся к компьютеру. Нашел на нем игру и удалил ее навсегда. В этот момент я почувствовал, что все вокруг снова начало меняться. Со стен пропали агитационные плакаты, а товарища Зинова не осталось и следа. Неужели этот ужас закончился? Я увидел, как на улице все принимает привычный вид, после чего выдохнул и уселся на диване. В мою дверь снова постучали. Это была та же самая бабулька. Все еще только начинается, мой дорогой. Только начинается. Короче говоря, сыграл в Atomic Heart. Что мы можем сказать, исходя из этого видео? Лучшее в этой игре было и осталось Железная Женщина. Короче говоря, подарок моей девушке. Это было преддверие праздника всех женских дам. Я искал необычный подарок своей ненаглядной. Средневековый меч. Подумает, что намекаю на ее возраст. Ластик. Решит, что хочу стереть наши отношения. Гантеля. Подумает, что я хочу, чтобы она сделала сальто. Короче, это капец как сложно. Вообще, это своего рода квест. И каждый год я в нем проигрываю. Но только не в этот раз. Взял себя в руки и уложил себя спать. Ведь утро вечера мудренее стал. Уже был день. День не мудренее вечера. Поэтому снова лег спать. Тоснулся через день. Утро. Я напитался вековой мудростью. Теперь я знал почти все на свете. Пришел из магаза. Я купил самый оригинальный подарок. Одна род... Так, тихо, тихо. Блин, я сам себе спалил. Я думал, предположение. Какой самый лучший подарок? Ну, тут Рафаэлла и Роза. Ну, а как куда еще дальше? Роза и Рафаэлла. Главное, не слупать это до того, как буду дарить. Я стал ждать наступления праздника. Еще 4 дня. Но не удержался и все-таки съел розу. Дарить одно Рафаэлла как-то не очень. Поэтому выкинул его в окно. На самом деле, не важно... Зачем? Блин, ну такая вкуснота ушла просто в никуда. Да что такое? Я подарю, а важно, как я это сделаю. Сел рисовать открытку. Получалось не очень. Стал рисовать закрытку. Нарисовал планету Земля. Нарисовал лицо. Затем нарисовал дерево. Не, не очень. Стер дерево с лица Земли. Нарисовал цветочек и подписал. Годится. Надо что-то более материальное. Позвал Рома и спросил, знает ли он, где взять подарок для моей мадамы. Во-первых, он удивился наличию у меня мадамы. А во-вторых, открыл приложение... А тихо-тихо, вы со своей рекламой вот это вот начинаете. Реклама, вы сами знаете, что это такое, да? О, ма, гад. Это же рандомный комментарий. Что ты выберешь? Картошечку-пюре с котлеткой или жареную картошку с отбивнушкой? Роман сказал, что нужно организовать еще романтический ужин. Я сказал, что организую серегантический ужин. Селил на стол скатерть. Поставил на него масленку и томатную пасту. Это так в моем стиле? Надо закупить продуктов и приготовить шикарный ужин. Я купил Рафаэлок и стал думать, как лучше поставить их на стол. Поставил между масленкой и томатной пастой. Нет, так некрасиво. Поменял местами пасту и Рафаэлки. Уже лучше. Выкинул Рафаэлки в окно. Не надо тут, я только хотел сказать, не выбрасывай Рафаэлла. Ну хватит их бросать, ну это так вкусно. Вспомнил, что до него еще 4 дня. Теперь приоделся обратно и выпил чай. Убрал продукты в холодильник и сел думать дальше, раз уж у меня еще есть время. Прошло 4 дня. Я больше ничего не придумал. Сегодня был праздник. Пора звать девушку. Но я вспомнил, как это обычно бывает. Алло, привет. Я тут это хотел... Ну я стол поставил у себя на столе. Ой, на кухне. Хотел пригласить, если ты вдруг, ну... Сегодня междугородний день женских существ. В общем, если бы не хотела, то бы ко мне... Ладно, все, я понял. Пожалуйста. Мне надо срочно подготовить речь, чтобы не затухнуть. Я посмотрел на ютубе пару уроков грамотных слов-излагательств. Посмотрел пару уроков, чтобы чувствовать себя уверенно. Сел писать речь. Получилось неплохо. Что если ее не отпустит ее парень, и она не сможет прийти? Я дописал в тексте, если, конечно, тебя отпустит парень, и ты сможешь прийти. Что... Ты... Не, подожди. Давайте... Давайте сразу поймем. Девушек, у которых уже есть парни, это не самое лучшее зачетие. То есть у нее случилось несчастье, она не сможет прийти. Где, как говорится, у меня есть парень, иди в задницу. Это был номер моей соседки! Ну ничего, думаю, обойдемся без свечей. Вскоре я открыл ей дверь. Я сказал, чтобы она проходила, ведь у меня уже все готово, но кроме свечей. Интересно. Она сказала, что только ради них и приходила. Добавила, что я обманщик и ушла. Ты упустил Дженну Артегу! Почему Дженна Артега твоя соседка? Ведь свечи-то у меня были. Просто это была проверка. Ааа, какие-то... Короче говоря, подарок моей девушке. Когда-то великая Фаина Раневская сказала, люди, как свечи, или сгорают, или вж... Короче говоря, выживание в Майнкрафте в реальной жизни. Это был обыкновенный квадратный день. Я вернулся из очередной пещеры с совершенно пустым инвентарем. Шел третий игровой день, а все, что я успел построить за это время, это несчастный сарай из досок. Да чего, блин, просто Майнкрафт ламповый. Он столько лет существует, вроде бы особо в нем ничего не меняют, но только какие-то там текстурки кто-то делает, кто-то добавляет персонажей и так дальше. Но суть осталась, и сволочь такой хороший. Мне все время ужасно не везло. Первый день я не успел достроить дом, и ночью меня чуть не прикончила пара скелетов. На другой день я нечаянно выкинул в лаву свою любимую единственную железную кирку. А сегодня травился и чуть не умер из-за того, что съел гнилую плоть зомби. Пора бы мне уже научиться нормально выживать в этой игре. Я вошел в дом. Пообещал себе ранним утром отправиться в шахту и не возвращаться до тех пор, пока не найду хотя бы пять алмазов. Лег спать. Мне снилось множество квадратов, прямоугольников и ромбиков. А мне снился мой любимый мир. Проснулся рано утром от звуков куриц, которые гуляли по моему двору. Через пять минут я уже завтракал жареной курицей и обдумывал, что взять с собой в шахту. Достал из сундука железный меч, кучу факелов, немного еды, ведро с водой и, конечно, каменную кирку. Улыбнулся. Ведь мне предстоит удивительный день. Спустился в шахту неподалеку от дома. Добыл немного угля, немного железа, много редстоуна. Очень много редстоуна. Спустился на определенную высоту. Говорят, именно здесь должно быть больше всего алмазов. Стал копать... Да, я... Я не знаю. Это правда? Скажите мне. Я, когда играл в Майнкрафт, это когда было, блин, 12-й, 11-й год, когда-то давно. Тоже знал определенный миф о том, что есть на особенной высоте, вот только на этой высоте существуют алмазы. На туннель вперед. Услышал зомби слева от себя. На всякий случай надо найти его и прикончить. Стал копать влево. Его нигде не было. Копал вверх и вниз. Через несколько минут все вокруг было перекопано, но зомби я так и не нашел. Хотя, судя по звуку, он висел прямо у меня на духах. Я психанул и вернулся обратно к копанию туннеля. Сломал один блок и сразу увидел за ним зомби. Ну, классика, блин. Я тут же замочил его и продолжил копать. И, отчуда, вскоре я обнаружил пару алмазов. Разрушил один из блоков, но алмаз не выпал. О, нет, ведь алмазы невозможно добыть каменной киркой. Я ужасно расстроился. Мне срочно нужно скрафтить железную кирку прямо здесь. У меня есть немного железа, но для создания кирки еще необходимы доски. Я принялся искать доски прямо в шахте. Мне нельзя подниматься наверх, ведь иначе потом я не найду тот оставшийся драгоценный алмаз. Тут на меня выскочило сразу несколько зомби. Я кое-как отбился от них, потеряв при этом больше половины жизни. Затем разрушил спавнер зомби и увидел рядом два сундука. Открыл первый. Абсолютно бесполезное барахло. Открыл второй. Тоже бесполезное барахло. Зато здесь... Но там дерево! Дерево есть! Здесь есть доски. Я скрафтил из кирка. Затем скрафтил из камней печку и переправил железо в слитки. Наконец, моя железная кирка готова. Я тоже уводился обратно к своему драгоценному алмазу. Добыл его и подобрал. Достижение алмаза открыто. Я отправился на новые поиски. Добрался до лавового озера. Решил достать ведро с водой, чтобы проложить себе дорогу через лаву. И тут нечаянно... Да это как? Да как ты это сделал? Ну как ты? Нечаянно ты просто взял его и выбросил. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы точно не пропустить про... Но если вам понравилось смотреть со мной эти видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, Пишите ваши комментарии, забегайте в мой инстаграм и телеграм. А с вами был Дима, типа ТОП, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok